Так воевали мы и жили. О судьбе поколения, молодость которого пришлась на страшные 40-е годы, рассказал в новой книге Петр Алексеевич Михин, писатель и ветеран Великой Отечественной войны. Ее представили читателям в среду в библиотеке имени Асеева. В странице прошлого полистала и наша съемочная группа. Его излитые на бумагу воспоминания читают не только в Курске. Произведения Петра Михина издавали в Москве и даже в Лондоне. А эта книга особенная. В отличие от своих предшественниц, она не только о войне, но и о мире. Мы все были воспитаны такими патриотами, что когда началась война, каждый из нас боялся, что война кончится, а он не успеет поучаствовать в ней. Михин тоже рвался на фронт. А потом ему открылась правда. Самое страшное на войне, когда тебя долго не убивают. Силы иссякли и физические, и моральные, но все еще бросаешься в бой. Мне надо было уничтожить или пушку, или минометы, или все. А у меня радист передает команды, а я умел хорошо стрелять, вызывать огонь с тем, чтобы уничтожить это. И когда я уничтожал это, у меня радость была такая, просто радовала вся передовая, которая наблюдала, 10-километровая. Настоящая фронтовая правда из первых уст. Это бесценный дар, особенно в наше время, когда все чаще пытаются фальсифицировать историю. В своих книгах он, так сказать, уподобен вот тому эпическому летописцу, который говорит правду. Поэтому его книги останутся на долгие годы. Каким было поколение фронтовиков? О чем они мечтали в мирное время? К чему стремились и откуда брали силы на подвиге? Простым языком, будто беседуя с внуками, Петр Алексеевич рассказывает свою жизнь. Чтобы новое поколение породило своих героев. Ангелина Рязанцева, Геннадий Воробьев, телеканал СИИ.